Мы на месте. Мы приветствуем Инессу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса? Кивает. Что-то мешает сканированию. Посмотри, Вера. У нее стоит конструкция, и она как-то как хромает, что ли. У нее копчики очень передавлены. Понятно. Хорошо. Скэнер. Просканируй сейчас Инессу. Отключи эту конструкцию, подсвечивай эту конструкцию, и все сопутствующие ей чипы, датчики, импланты, конвекторы, видимые и невидимые, все невидимые становятся видимыми, все пульты управления, все это проявляется, скэнер находит, выключает и выводит из биополя. Как это выходит, формируется все в один шар. Конструкция вдоль тела была. Она получается как роботообразная по позвоночнику, в ноги, в руки и сверху, как на голове колпак. И колпак над головой тоже, отключай. Полукруглый. Готово. Отправляя в клетку тюрьму. Вы меня слышите, видите, Инесса? Вижу, слышу. Вы не знаете, откуда эта конструкция, этот колпак появились в вашем биополе. Голова болит. Сейчас все уберем и найдем ответственных. Потом у них будет болеть голова. Даю команду, иначе три скэнер сканирует пространство над головой Инессы, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Инессы, находит все. Выстраивается канал от конструкции с колпаком к ответственным, притягивая всех в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Она это рептилоид, два грыя. Дальше синий дракон. 32, 42 и бес. Какой бес? 8. Все. Грыя, сколько вы присутствуете в этом биополе вместе с рептилоидом и вашей конструкцией? 7 лет. Вы ответственны за то, что у человека анемия? Нет. Над клеткой ответственного загорается маячок. Красный маячок. Кто ответственный за анемию в ее биополе? Бес. Хорошо, бес. Вот это ты мне будешь сегодня отвечать на все вопросы. Синий дракон, сколько ты присуствуешь в этом биополе? 3 года. И сколько ты присуствуешь без? Год. У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Неа. На каком основании ты вызываешь болезнь на физическом плане? С ее помощью вызываю. С ее помощью? С ее помощью вызываю. Я и пришел на ее. Слова. Конфликт. Где она кому-то что-то пожелала? Ругалась, ругалась. Так и держит это в сердце носит. Тем самым открывает тебе дорогу. Хорошо, Инна. Не мне, болячки свои. Болячки свои. Хорошо. Так и будет у нее болячка, пока не переосмыслит и не отпустит. А я здесь, я держу. Ну, в принципе, ты сказал мои слова, то, что я обычно говорю всем, что нужно делать. Начинаем работать. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии НЭС-эспрессера. Все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Каналы выстраиваются также к конструкции колпаку. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к НЭС. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Вот так вот наши слова нам возвращаются. И что, ты услышала эти слова, которые она сказала своей оппонентке в этом споре? Это был, видимо, долгий спор. Да не слова, это поступок. А, там даже от одного поступка хватило тебе, что так много было заложено... Лезет, лезет. В чужую жизнь, ты это хочешь сказать? Не свое дело лезет. И тут я не могу с тобой поспорить. Хорошо. Своей бы занялась. Удивительно это слышать от беса. Бес, скажи ко мне... А я тут, я держу. А ты рядом, и ты все слышишь. И как ты вызываешь у нее аниме? Что ты там передавливаешь? За что ты дергаешь? Как это у нее? Да я же говорю, я только держу. Сама она передавливает. Внутри у нее осталось это. Дает вибрации. Сердечная чакра разливается, и они эти вибрации негатива тушат. Тушат определенные энергии. А эти энергии... Понятно. То есть тебе особо и работать-то не надо. Припоминаю. Да. Чтоб не забыла. Хорошо, я думаю, последний год Инессы понимает, о чем речь идет. Как у нас с реверсом? Реверс окончен. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Инесса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что на чистоте Инессы находится мощным потоком, пошло назад. Кто из вас присутствует еще в квартире? В доме Инессы мы его сегодня чистим. Без присутствует. Еще кто? Дракон? Рептилоиды платы? Рептилоиды греи? Есть платы. Рептилоиды. Дракон? Что, отдельно всех спрашивают? Плат нет. Энергии есть. Энергии есть. Хорошо. Кто-то присутствует в детях или в муже из вас? Нет. Хорошо. Реверс заканчивался. Начинаем вытаскивание того, что осталось. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы. Где они стояли? Как они работали? Что ты забирал? У нее стоит сердечная горловая чакра, голосовая. Значит, здесь от нее начинается, вниз идет такая спираль. Она как насос. И по ней идут энергии. То вниз, то вверх. Такой насос качается. У нее потеря концентрации. Она как неполная. Она постоянно отдает куда-то свои энергии. И это была дракона, да? Это всех интерферентов. Дракон просто свою часть показывает. Он вверх-вниз гоняет эти энергии. Да. И ими питается. А она как рутина проживает. Но у нее нет... То есть у нее она не может довести что-то до конца. Она не может концентрироваться до конца. И не хватает какой-то части. То есть энергии не хватает. Он снялся. Хорошо, идем дальше. Без... Вернее, Грея. Сначала Грея. Скажите, что я еще не вытащил в этом биополе и Нессе на вашей частоте? У меня в руках магниты какие-то круглые, в ладошках. Скэнер. Отключите магниты, выведи их полностью из биополя. И отправь в клипку. Руками работает она. Да. Что с этими магнитами? Объясню. Что вы делали с этими магнитами? Она передавала что-то или отдавала что-то? Или она забирала у клиента что-то? Энергия. Забирала у клиента энергии. Этими магнитами. И сколько процентов? Она перетекала из этих... Это такие круглые, блестящие установки. Да, и они пошли через руки вот к этому скелетообразной конструкции. То есть человек приходит к ней, она работает руками с ним, и, соответственно, после этого человек теряет энергии. Правильно я понимаю? Но там вот эти магниты или круглые вот эти штуки, они снабжены сенсорами, и они сканируют человека полностью, выбирая его энергии. Так вы сделали из нее свой инструмент, который работает... Немножко. Ну не немножко, а вполне реально. Здесь картинка идет, что когда она делает массаж руками, эти сканеры у нее, которые на ладошках, они смотрят полностью, они даже интерферентов видят, которые сидят там. И у кого-то забирают, у кого-то нет, у кого-то только из конкретных чакр энергии, то есть они сортируют их. Волнейший беспредел. Вот это да. Хорошо меня просто удивляет, я думаю, процентов 90, если не больше, массажистов не знает о том, что им нужно вообще защищаться перед тем, как они начинают работу. Надо одевать перчатки для работы с клиентом. На астральном плане это очень серьезная работа, иначе они сами подхватывают таких же сущностей, или в худшем случае, как сейчас, энергия, ток идет через массажиста этим сущностям. И человек ничего не получает, один теряет, второй ничего не получает, и о сущности профитирует от этого всего. Хорошо, все понятно. Итак, вышло это или что у нас там? Эти магниты мы отправляем в клетку-тюрьму, построим прямой канал к этим магнитам от Инессы, и она реверсом отдает в них все негативные патогены, что она от них получила. Мощным потоком усиливу в 50 раз. Пошел процесс. Грей, вы практически ко всем массажистам подключены? Ну, не совсем ко всем. Какой процент? Людей, которые работают? Мне могут сказать, они могут только за этот случай говорить. Разные, разные. Он показывает людей, смотря откуда они к некоторым подключены, драконы. Понятно. Ну, там, где можно взять, вы всегда берете. А сколько процентов энергии вы откачиваете? За один такой сеанс массажа у человека. Это не инструмент для только откачки энергии. Идет сканирование, изучение клиента. И может быть дальнейшая работа с ним. Просчитывается свободной энергии, доступ к ним. Понятно. То есть вы сразу же получаете, к вам сама жертва приходит, и вы выбираете, подходит она для ваших целей или нет. Они через вот этот купол на голове, который стоял, все это сканируют. То есть от ладошек он подключен к уполу. Реверс закончился. Такой-такой у Греева увидишь. Хорошо. Реверс закончился. Устанавливали фильтр от золотой сеточки на этот канал. В порядке реверса. Инесса забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, всередная энергия. Все, что на ее чистоте находится мощным потоком, возвращается назад. И усилив потоки в 50 раз. Бес, пока идет реверс, скажи мне, есть ли лярвы в биополе Инессы? Лярвы нету из-за темнения. В каких местах? В сердечной чакре идет отложение негативное, которое она когда вспоминает, показывает лицо ее, она морщится и неприятные они, но они там есть в виде темной энергии. Хочешь забрать эти затемнения? Буду не против. Хорошо, когда твоя очередь дойдет, я дам команду, выйдешь, снимешь все, что ты оставил сначала на своей чистоте, потом доложишь, что ты все снял, и я тебе отдельную команду дам, и заберешь эти затемнения. Реверс закончился. Вот сейчас и приступаем. Выходи без, снимай все, что на твоей чистоте находится, отключайся. На него руки, ноги, веревки, и на одной ноге он как топает ей, чтобы усилить вот этот как гнев или свое утверждение, потому что энергии не хватает, а то все слова не доходят. Она как в пустую говорит все. И самое главное, что она это добровольно себе выбрала. Все, абсолютно, от самого начала и до конца. Все добровольно. Бес снял подключики. Хорошо, бес, разрешайте забрать все затемнения. Снимай, возвращайся назад, ничего не забывай. Готово. Даю команду на рассинхронизации Инессы с рептилоидом, двумя греями и артефактами, синим драконом и бесом. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белосвет Инесси, этим светом она выдавливает. Если все негативные патогены низкоабарационные чужеродные, находясь в ее биополе, свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. У нее выходит от конструкции какой-то как привкус. Хорошо, все выдавливаем. Есть шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрывая печать, я растворяю. Даю команду скейнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия достигнует все каналы на счет 3-1-2-3, удар. Отлетает каналы, открывается воронка в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, все прошли проверку. Бес, я тебя сейчас отпускаю в дом. Собирай все, что я оставил на своей чистоте. Ты один в доме или черт есть? Конечно, есть. Много кто есть. Я говорю, на твоей чистоте. И демоны есть, и черт есть. Есть, есть. Хорошо, почему я спрашиваю, я буду собирать потом весь негатив в квартире. Ты соберешь сначала все, что ты оставил в этой квартире, и все другие то же самое сделают. После этого один из вас покажет мне портал, я их закрою. После этого я соберу негатив, поделю между вами. Устраивает? Идет. Открывается портал в дом, где живет Энесса. Бес уходит в этот портал, закрывая, печатая, растворяя. Синий дракон, ты не присутствуешь в квартире, в доме, и ни в ком другом больше. Нет. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не пойдешь в это биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Али на связи. Приветствуйте, Али. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь рептилоид, два Грея. Семь лет сидели. Конструкция, колпак над головой. Установили магниты, она работает массажистом. И, соответственно, еще забирали энергию у других людей или выбирали себе через эти магниты конструкцию. Хорошо, Лов. Мы их забираем, конструкцию забираем вместе с магнитами. Благодарю тебя. Забрали. Клетка пустая? Да. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом Энессы, проецирует все негативные программы, негативные мыслиформы, а также все низкое аббрационное эмоциональное энергии. Все это низкое аббрационное, ежесгенерированное, проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Фантом выходит, он перегружен сверху плечи, грудь. Они прямо расширены вот этими серыми энергиями. Хорошо, Энессы, эти энергии вы генерировали на эмоциональном плане. Вы готовы от них избавиться добровольно? Да, готова. Сворачивайте энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, и шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Поехали по частотам. 70 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Энесса, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Она вот так руки вытягивает и в кулаки сжимает, показывает. Сила у меня есть другая внутри. Энергии мои полное себя ощущаю, независимой и счастливой. Вы поняли причину, почему это все случилось? Я поняла, что я счастлива, и все вокруг меня могут быть счастливы благодаря моим излучениям и энергии, которые я несу. Хорошо, отлично. Сейчас мы по очереди будем поднимать ваших детей и будем их чистить. Мы на месте. Мы приветствуем Артурса, он идет к маме. Мы спрашиваем вам разрешение на диагностику и чистку Артурса. Мама дает согласие. Хорошо. Итак, цепи идут в клетку-тюрьму. Разрезаю их. А знаешь, если они там были такие прям большие и черные, скрепленные между собой. А здесь они как белые фантомные стали. А в тонких, из тонкого тела вышло все? Они в виде фантомов вышли, да. Здесь информация идет, что это страх у него, страх, то есть страх прошлой жизни. Он умер где-то. Комнату показывает темница, там сыро. Не темница, она темная, квадратная. И здесь старая мократа, сырость, как камни. Я вижу, да, это плесень, это как тюрьма. И он прикован был. За руки и за ноги. Понятно. И этот страх остался на генетической памяти и перешел в эту жизнь, правильно? Да. Хорошо, давай работать, будем разбираться. Даю команду на счет три сканер-сканера. Пространство над головой Артурса под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер-сканирует все семь тонких тела Артурса, находит все. У него спрут на голове и черт в ногах. Какой черт? Пять. Хорошо. Черт, ты присутствуешь еще в других детях? Да, в девочке. Хорошо, значит будешь тогда стоять, пока мы всех не почистим. Сколько ты находишься в этом биополе? Четыре года. Нет, с четырех лет. С четырех лет, понятно. Как ты ее пугал, как ты на нее воздействовал? На него? На него, да. Или на нее? На него. На него. И ему я не дал забыть. Поймал его на страхе и не давал забыть ему постоянно. А как ты узнал? Он его дергал, визуализации в голове ему тут сделал, где он один в камере, он боится один оставаться. А ты откуда это можешь видеть? Ты можешь видеть то, что с ним случалось в прошлой жизни? Вибрации он может видеть. А, понятно. И читать в голове, что у него происходит. В осне особенно. А если бы ты не запоминал, он бы забыл в этой жизни об этом? Это не выражалось бы таким страхом. А потом, когда он рос, он бы перерос. А он показывает, оно как меньше-меньше-меньше становится. Ну, конечно, да. Прут, сколько ты находишься в этом биополе? Год находится. В квартире присутствуешь? А на улице присутствует. Хорошо, в доме в смысле. И черт присутствует тоже в доме, я уже знаю, потому что с бесом мы встречались. Начинаем с реверсии энергии. Дой команду тонкой копии. Артур со спроекцировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную энергию. Канал также выстраивается к этому фантому с цепями. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Артурсу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Что идет к этому фантому? Идет что-то? К цепям? Да. Нет, идет к черту. Он руки вот так делает вместе, как в области кисти. Здесь вот и кисть начинается. Напоминает ему так черт. И звон. Звон от цепи и возвращается. Готово. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Артурс забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, возвращается назад. У нас спокойствие идет от черта. Хорошо. Готово. Спрут, выходи. Вытаскивай все, что я оставил на своей частоте. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Спрута присоска на голове сверху. Большая. Как она воздействовала, спрут? Давила ему и ограничивала концентрацию. У меня с картинкой идет какие-то импульсы, которые ему возвращались. Они перекрывались вот этой присоской сверху. Энергии мало поступало им. Корону и чакры. Спрут все воровал. Забрал. Сделаю команду скэнера на контрольную проверку. Пошла проверка. Не слышно? Чисто пропадает звук. Хорошо. Помогаемая энергия стегнуть все каналы на счет. Три, один, два, три. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя. Хорошо. Проверку прошли. Черт остается в клетке, пока мы не проверим всех детей. После этого я его отпущу в дом. Спрут, я тебя отпускаю сейчас на территорию дома. Собираю все, что ты оставил на своей чистоте. Отключайся полностью. Я проверю, отпущу тебя. Открою тебе портал. Все понятно? Да, понятно. Открывается портал в дом, где живет Артурс. И Спрут уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Выходит эмоциональный фантом Артурса. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы. А также все низкоабрационные эмоциональные энергии. Все это низкоабрационное им же сгенерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Здесь картинка такая идет, что у него внутри много переживаний. Они выходят. И страха. И он, картинка идет, что он рисует у него карандаш. То ли черный, то ли обычный просто карандаш. И он как черкает вот это все. И он выводит таким образом из себя это на бумагу. Хорошо. Вот таким образом фантом у него вышел. Все это вышло. Спрашиваю мамы разрешение на то, чтобы убрать этот фантом. Да, это разрешение нам. Сворачиваю фантом этот шар, эти энергии, открываю воронку в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Поехали по частотам. Переходим сразу к закачке энергии подъема и вибраций. Посмотри, сколько энергии нужно Артурсу и какая частота вибраций. 180 и 12. На 4 макушку головы Артурса начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 180% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до 12 Гц. Пошел подъем. Этот страх у него очень много энергии забирал. И отвлекал его очень сильно. Он не мог концентрироваться. Вся его концентрация была на этом. В страхе. В страхе какой-то. Он постоянно проверяет, оглядывается, смотрит вокруг себя, что он в хорошем месте. Ну это все вышло. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Пусть тонкая копия Артурса вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Конечно, 270. Хорошо. И поднимаем, конечно, до 270 Гц. Пошел подъем. Но у него все-таки смешано немножко с прошлой жизнью и самые счастливые моменты. Уверенность его, смелость. Готово. Синхронизируется энергия и вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Артурс. Мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Великолепно чувствую. Отлично. Страха больше нет? Полным чувствую, энергичным. Страха больше нет? Страха нет, потому что есть другие энергии внутри меня. Абсолютно верно. И никто тебя не дергает за веревки. Стильные энергии. И никто не дергает за веревки, как это делал черт, напоминая о прошлой жизни. Хорошо. Возвращаем тебя сейчас назад, твою систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Артурса в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Он почему-то маме показывает, что вот этот карандаш, как он чертил серость, когда выходил эмоциональный фантом, он показывает, что ему нужны цветные карандаши, чтобы его научили цветам. Эти цвета дают силу ему, если он наполняется ими. То есть он показывает рисунок, где обозначены энергетические центры, которые несут свою энергию по цветам, эмоциям. И это дает ему силу, то есть это поможет ему понять. Мы это передадим. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Мы на месте. Мы приветствуем Виестерса, он идет к маме. Мы спрашиваем мамы разрешение на диагностику и чистку сына. Мама дает разрешение. Даю команду на счет риск. Сканер сканирует пространство над головой Виестерса, под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все семь тонких сил Виестерса, находит все. А здесь ящер небольшой. Ящер. Ну вот этого и проблемы. 78. Это от этого и были проблемы с кожей. Один ящер, еще кто-то? Его подселили. Сколько ты находишься в этом биополе, ящер? Около 5 лет. 5 лет. Это от тебя у него проблемы с кожей? Он показывает, ему надо расти и развиваться, создавая свою среду удобную для него. А насчет? И ящера. А насчет аллергии на кошек, собак, лошадей, зуд кожи, заложенность носа? Твоя работа? Он не любит волосы. Он не любит волосы, поэтому у него аллергия. Нам тоже очень много чего не нравится, поэтому будем разбираться. Вера, кроме ящера есть кто-то еще? Нет. Один ящер. Сканер, просканируй сейчас, сначала перед сканированием, вернее, перед реверсом, виестерса на конструкцию биополи виестерса. Вот ящера. Но у него в теле спираль. Да. Позвоночник, голова верхней части. И там, там этот ящер, она как крепление, в общем, за нее держится, и через нее все проходит, из нее энергии коричневые идут. Еще, кроме спирали, есть что-то? Нет. Сканер, отключай эту спираль, выведи ее полностью, вместе со всеми энергиями ящера. Все это выходит, и как выйдет, отправляя в клетку-тюрьму. И у этой спирали в верхней части, как такой круг, то есть он вокруг головы получается. Понятно. Он не круг, он как ободок. Вышло все. Отправляя в клетку-тюрьму. Даю команду тонкой копии виестерса, спротивировать все энергетические и сферические каналы к ящеру его артефактам. Даю команду тонкой копии, произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мысли форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к виестерсу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от этого, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Что идет в спираль? Коричневая энергия, грязь. Слово идет контроль. Да, идет коричневый, такие как дым. И слово контроль через вот этот вот круг, обод. Он пустой внутри, как ободок такой. Шла контроль. Его контролировал этот ящер. То есть ящер в нем рос, получается, его подселили, чтобы он вырос в нем, и он создавал свою среду. Какая-то она, какая-то макроватая, что ли, какая-то. Трудно представить себе, что стало бы с ребенком, если бы он там вырос. Ждем окончания реверса. Ни один врач не найдет такого. Будет лечить от дерматита или каких-нибудь сухой кожи, понимаешь? Но вот эти коричневые энергии, они как дым. Просто идет картинка от этой спирали, они наполняли его полностью. Это все идет в спираль сейчас? Возвращается к ящеру, к спирали. Хорошо. Готово. Устанавливали фильтры золотой сеточки на эти каналы. В порядке реверса в Естерс забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что на частоте в Естерсе находится мощным потоком, пошло назад. Готово. Хорошо. Скэнер просканируй в Естерсе. Сейчас на частоте ящера и его спирали. Осталось ли что-то, что мы еще не вытащили, незамеченное? Чисто. Даю команду на рассинхронизацию в Естерсе с ящером и его спиралью. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Давление у него было на голову от этого обруча. Эта рассинхронизация сейчас уходит. Хорошо. Готово. Включая внутренний белый свет, в Естерсе этим светом выдавливает из себя все негативное патогенористское аббрационное чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергии выходят. Энергии остаточные от ящера и его подключки выходят и летят в шар. У него изо рта как-то клуб вышел, светло-коричневый, остаточный. Клубок? Да, такой как дым. Хорошо, вышло все? Да. Открывая воронку в галактическое ядро под этим шаром, уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Дай команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. У него есть что-то на верхних трех чакрах. Оно широкое, такое, как цилиндр. Но эта сетка, идет картинка, что именно так подсадили вот этого маленького ящера. А что, ящер не знал об этой сетке, что она присутствует? Скэнер, выводи эту сетку, отключай ее полностью. Она, получается, не имеет уже, то есть она выполнила свою роль и висит в биополе. Понятно, выходит это все. Готово. Есть его энергия? Но вокруг есть, да. Хорошо, выстраивается прямой канал ответственности к этой сетке. И он реверсом отдает все негативные патогены низкоабрационные, что он от нее получил назад. Усилию потоки в сто раз. Она здесь показывает маленького его, и он плачет очень сильно. Он чувствует, как ее вставляет. Это капризы показывает. Но он понимает, что... Ну, как он не понимает... Ну, а как он может объяснить? Ну, да, он чувствует, что с ним что-то происходит. И народное тело. От этого у него слезы очень сильные. У него прям лицо краснеет, как он плачет. Это было пять лет назад, когда ему вводили этого ящера, конечно. Вернулось все. Хорошо, устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса в ЕСТР забирает все чистое, светлое, свои родные энергии. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал. Все, что на его чистоте находится мощным потоком, пошло назад. Готово. Отправляю эту сетку в клетку-тюрьму. Сканер, еще раз сделай контрольную проверку. Чисто. Помогаемая энергия стегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар, отлетает канал, отстегивается, открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Здесь мы закончили. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, у меня здесь относительно молодой ящер, но действовал как взрослый. Ящер 78-й. 5 лет находился в ребенке. У ребенка куча проблем со здоровьем. У него была аллергия на все, что можно только себе представить. Сухая кожа и так далее. Это все делал ящер, подстраивался под себя. Зашел надолго, я так полагаю. Так, забираем ящера и забираем сетку, потому что к ней притянется тот, кто ее установил. Хорошо. Спираль тебе нужна? Нет, спираль уничтожить. Под спиралью открываю воронку в галактическое ядро. И спираль уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Ну вот и отлично. И тех возьмут. У нас остался один черт в клетке, да? Да. Хорошо, черт. Идем дальше. Выходит эмоциональный фантом. Виестерса проецирует все негативные программы, негативные мысли, форма, а также все низкая аббрационная эмоциональная энергия. Генерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Здесь нервозность, волнение, тревожность. У него постоянная борьба была с этим ящером. Кто кого победит. Ну и он сопротивлялся, молодец. На эмоциях имеется в виду. Вот это вышло коричневое все. Сворачиваю это все в шар. Открываю воронку в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Поехали по частотам. Хорошо, Виестерс, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Он показывает, у него в голове все ровно и понятно. Отлично. Больше этого ящера нет. Поэтому будем возвращать тебя назад в твою систему биороба душа, чтобы эти энергии перешли на твой физический план. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Виестерса в его систему биороба душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Элину. Она идет к маме. Мы спрашиваем мамы разрешение на диагностику и чистку Элины. Мам, дай это разрешение. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Элины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Элины. Находит все. Из нее фантом вышел неупокойной души. Неупокойная душа идет в клетку. И к черту канал все. К черту и неупокойная душа. Начинаем работать. Неупокойная душа, представься, как к тебе обращаться. Ребенок? Не пойму пока. Лиза. Снимается маски и голограммы. Фантом представляет согласно своему эфирному коду ДНК. Такой же осталось. Лиза, как давно ты находишься в этом биополе? Один год. Один год. А почему ты так долго находишься в этом биополе? Где твоя душа? Где твое тело? Я живу таким образом. А как давно ты закончила свою земную жизнь? Как видишь, еще здесь. В теле. Переселилась. Ты понимаешь, что ты берешь жизненную энергию другой души без права на это, без разрешения. Как давно ты закончила свою жизнь и в каком возрасте? Сколько лет назад ты закончила? Мне было 12 лет. Сколько лет назад это было? В 2013 году. В 2013 год. Ты уже 11 лет находишься вне тела на земле? В разные тела подселяюсь. Пробыл разные энергии. А почему ты не хотела никогда уйти? Я вот этого не понимаю. Отчего ты умерла в 2013 году? Она показывает, она приняла какие-то таблетки, у нее началась аллергия, она задохнулась. Это было специально, не специально? Не специально. Не специально, понятно. Хорошо. Это несправедливо, поэтому я продолжаю жить, пользовать энергии разные, вселяюсь в разные тела, мужские и женские разного возраста. Это забавно. Элина, ты не имеешь права на это так долго делать? Если ты закончила свою земную жизнь, безусловно, в душе есть какое-то право... Эти врачи прописали мне таблетки, они имели на это право? Они лишили меня моего воплощения. Поэтому я продолжаю. Это будет вопрос к этим врачам, когда придет их время. Но, если ты попала сюда, ты должна уйти в светлый портал. Ты готова уйти в светлый портал? Я не знаю, что мне там делать. Новую жизнь получишь, новое тело, новую программу. Разве так бывает? Ну, конечно, бывает. Если бы ты здесь не... Ты что, разве не видишь нас? У нее что-то есть внутри, Влад. Она что-то забрала, энергии какие-то. Очень интересно. Давай сделаем тогда реверс общий. Конечно, так будет правильно. Даю команду тонкой копии. Элина испроектирует все энергетические и сферические каналы. К черту неупокойной души даю команду тонкой копии. Произвести отчуждение. Все негативные патогены низкоабрационного, находящиеся в ее биополе. Усилие потоки в 50 раз. Все мощным потоком пошло назад. Все негативные патогены возвращаются к черту неупокойной души. Вот к неупокойной душе возвращаются какие-то привычки ее. Она как-то руками делает, поворачивается. То есть она в ней обживлась уже. Она жила свою жизнь, да. Со своими привычками пришла в чужое тело. Лиза. Так дело не пойдет. Вы меня накажете, да? Что ты украла у этой души? Соединилась с ее светом. Ты не имела на это права. Ты рестильно переходишь уже к границе то, что неупокойной душе уже нельзя делать. Ты ничем не хуже, не лучше этого черта, который рядом стоит. Он то же самое делает. Он тоже ворует энергии. Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Элина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Забираем у этой Лизы все, что она украла у Элины. У меня забрали целую жизнь, а ты говоришь о каких-то энергиях. Ты пришла к человеку, который никакого отношения к твоей смерти не имеет. Ты точно такой же вредитель, как и эти врачи, которые сделали какую-то ошибку. Но ты делаешь это специально. Ты не имеешь права забирать жизнь другой души. Ты прожила свою жизнь, какой бы она ни была. Дальше будет разбор полетов, и дальше будет разбираться, кто за что ответственный. Но то, что ты сейчас делаешь, это нарушение всех законов мироздания. Ждем окончания реверса. Все вернулось, Вера? Возвращается. Усилие потоки в сто раз. Готово. Черт, выходи, вытаскивай, что ты оставил в этом биополе. Отключайся полностью. Еще нужно рассинхронизировать ее. Черт, снял. Даю команду на рассинхронизацию. Элины с чертом и неупокойной душой. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Често. Отпомогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет. Три, один, два, три. Удар. Отлетает канал. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Открывается светлый портал в чистилище. Один, два, три. И Лиза уходит в этот портал. Ее встречает куратор. Все, кто ее знает, по ту сторону встречает Лизу. Мы желаем ей всего наилучшего в новой жизни. Значит, портал открылся. Здесь стоит охранитель. Ей рукой показывают, чтобы она проходила. И дальше стоит ее куратор. У него руки сложены на груди. Одна на другую. И он головой качает. Она прекрасно все понимает, что она делала. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Вот такие дела бывают. Хорошо, черт. Ну, ты сегодня посмотрел кино неплохое. Сегодня я смотрю, да? Накормил бы меня. Стал уже здесь стоять. Хорошо. Сейчас. Выходит эмоциональный фантом. Элины. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы. А также все низкоабрационные эмоциональные энергии. Комментации, ревности и агрессии. Все это низкоабрационное ирис генерирование проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Вышел фантом. Как он выглядит? Он как белая оболочка с какими-то внутренними мыслями, наполнениями, они как шары внутри. Эти энергии ей не нужны. Мама дает разрешение, чтобы мы это убрали. Да. Сворачивайте энергии в шар. Забирай черт. Давай. Отправляю черту. Готов. Хорошо. Я тебе открываю сейчас портал в дом. Собирай все, что ты оставил. Потом покажешь портал и дальше, как я рассказал с негативом. Открывается портал в квартиру Элины. И черт уходит в этот портал. Забирает все, что принес. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Клитка пустая все, да? Да. Поехали по частотам. Значение 200 Гц. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Элина, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Радостно, легко, свободно. Отлично. Будем тебя возвращать. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую купе Элины в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И очень важна гармонизация. Тогда у нее мозг четко подает импульсы на все физическое тело. До 16 лет мама должна заправлять энергиями. Ребенка выставлять в защитный купол над ним, над каждым ребенком. И синхронизировать и гармонизировать энергии. Цифры мы назвали. Для Элины в этом случае было 150% энергии, 12% Гц. Это надо заправить и дать команду, чтобы она и мать должна это визуализировать. После этого дать команду на синхронизацию и гармонизацию этих энергий, как мы только что показали в этом сеансе. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Я на месте. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Нессы в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Отключайся от объекта. Отключайся от объекта. Отключайся от объекта. Субтитры создавал DimaTorzok